Доброе утро, друзья! Сегодня среда, 14 февраля. Церковь молитвы на чтит память святого мученика Трифона. В эфире программа «Утро на Спасе». С Богом, друзья, в новый день! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем этом мы поговорим в начале нового дня. В эфире программа «Утро на Спасе». Имеющий любовь далек от всякого греха, говорил священномочник Поликарп Смирнский. Утро на Спасе просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. И как всегда, в начале часа по утрам у нас короткая сводка новостей, поэтому мы передаем слово Александре Михайловской. Доброе утро, друзья! Главное на сегодня и всегда. В городе Сакиряны Черновицкой области Украины рейдеры захватили церковь. Группа представителей ПЦУ напала на Петропавловский храм Украинской канонической православной церкви. Захватом руководили капелланы-раскольники, а силовую поддержку им оказывали бойцы из местной охранной фирмы. По словам очевидцев, несколько десятков человек срезали замок на двери подсобного помещения, которое имеет прямой выход через алтарь в основную часть храма. Через это помещение и через алтарь рейдеры и проникли в здание церкви. Среди захватчиков были не только мужчины, но и женщины. Во время захвата был избит верующий прихожанин храма. Это вторая попытка захвата Петропавловского храма. Впервые рейдеры его атаковали летом прошлого года, после того, как более 300 прихожан выразили желание остаться в лоне канонической УПЦ. Раскольники пытались провести собрание о переходе общины под свою юрисдикцию, но сходка не состоялась. Епископ Арашско-Призринский и Косово-Метохиевский Феодосий обратился к косовским сербам с поддержкой. В послании епископ Феодосий в том числе сказал, цитата, «Мы призываем наш народ проявить достоинство, мужество, силу, народное единство и терпение в эти моменты. На протяжении веков именно на этих евангельских принципах и верности Богу, и нашему святосавскому преданию мы сохранили и веру, и язык, и наше имя, и память, собираясь в наших святынях оставаться верными завету святого князя Лазаря, который заповедовал нам, что для малых есть земное царство, а небесное отныне и навсегда». Конец цитаты. Обострение ситуации в Косово связано с вводом в обращение евро и отмены сербского динара в регионах, где большинство населения составляют этнические сербы. В епархии смену валюты называют репрессивной мерой и отмечают, что нововведение негативно скажется на жизни сербского населения края. Архипастери Иерусалимского и Московского патриархатов совершили литургию на гробе Господнем. В богослужении в Иерусалимском храме Воскресения Христова принял участие митрополит Казанский и татарстанский Кирилл. По благословению блаженнейшего патриарха в Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III, богослужение возглавил архиерей Иерусалимского патриархата, архиепископ Гераский Феофан. Митрополит Кирилл в ходе своей поездки по Святой Земле был принят патриархом Иерусалимским и сослужил ему за литургию в Константино-Еленинском храме в Куфр-Смея. Также митрополит Кирилл провел встречу еще с одним иерархом Иерусалимской церкви, архиепископом Севастийским Феодосием. Встреча состоялась в русской духовной миссии в Иерусалиме. А на этом пока все. С Богом в новый день! Не так давно в Москве завершились 32-е международные рождественские чтения. Во время их проведения участникам мероприятия был представлен новый паломоческий маршрут по столице. В чем его особенность узнала наш корреспондент Ксения Аксенова. В исполнении всяких добродетелей, явися на прорядке и благодатстве, и волнув прощайся, радость и радость Москвы. Помолиться у мощей тех, чьи судьбы неразрывно связаны с историей нашего Отечества. Такова цель паломнического маршрута «Московские святители». По словам организаторов, эта тема выбрана не случайно. Ведь столица уже более 30 лет гостеприимно встречает участников рождественских чтений из разных уголков страны. А молятся о жителях и госях города, его покровители, московские святые. Поклониться их мощам в храмах и монастырях столицы в рамках встречи смогли сотрудники паломнических центров России. Впервые мы презентовали маршрут под названием «Московские святители». Мы знаем, что наши первосвятители, а их 17 прославленных великих святых, почивают своими честными останками, мощами в разных частях Первопрестольного Града. И решили предложить руководителям паломнических центров и служб, которые прибыли к нам на форум, посетить первый маршрут. Я думаю, что неизгладимое впечатление оставит в сердцах участников, руководителей паломнических служб. Программа началась с божественной литургии в Высокопетровском монастыре, основанном святителем Петром в начале 14 века. Следом паломники отправились в Погоевленский собор в Елохове, где смогли поклониться мощам святителя Алексея Московского. Когда мы приходим к хамачам, когда мы приходим к чудотворным иконам, когда мы рассказываем о святынях, то важно, чтобы люди понимали, что это не какая-то волшебная палочка, какая-то волшебная игрушка, что-то такое, что творит чудеса, станут в себе. Важно, чтобы люди понимали, что это то, что сильно благодатью, исходящей от Господа. И что самое главное, что мы должны и можем иметь внутри себя эту любовь в своем сердце к Богу и ближнему. И тогда эта любовь будет даровать исцеление, будет даровать помощь, будет творить волицы на чудеса. Следующим местом, куда привел маршрут, стал Донской монастырь. В обители покоятся мощи святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Благодаря его мученическому подвигу наша церковь сумела пережить эпоху раскола и гражданской войны. У мощей патриарха паломники совершили славление. Следом группа отправилась в сердце Москвы, Успенский собор Московского Кремля. Здесь испокон веков служили предстоятели русской церкви. Сегодня в стенах собора пребывают мощи девяти московских святителей. Петра, Феогноста, Ермогена и других. Сопровождался маршрут рассказами о судьбах московских первосвятителей и их пастырской миссии. Он умирал страшной, мучительной смертью от голода, жажды, постоянно теряя сознание. Он молил Господа, спасти и пощадить Россию. Господи, накажи, но пощади, Господи, молился Петер Маген, и он вымолял Россию у Господа. Величаем вас, святители московские. Завершающей точкой маршрута стал главный собор столицы, храм Христа Спасителя, где все участники поездки смогли помолиться у раки великого проповедника 20 века митрополита московского святителя Филарета. Ксения Аксенова, Дмитрий Борисов, Андрей Кириллов, телеканал «Спас». Друзья и в жизни, и в бою. На фронте русских солдат сопровождают братья наши меньшие. О поддержке духа бойцов от хвостатых товарищей расскажут наши коллеги из ГТРК. Заходя в гости к бойцам, нас встречают их фронтовые друзья. Ласково машут хвостами и интересуются съемочным оборудованием. Говорят, что собаки сами себе выбирают хозяев. Так и получилось со всеми псами, которые живут у бойцов. А потом у них появляется вот такое потомство. Одного из щенков забрал себе военнослужащий. А двое так и остались жить вместе с танковым экипажем. Пока что малышей кличек нет. Обращаются к ним просто и понятно. Малые. Маму этих щенков зовут Юлька. Она уже около года живет в бригаде. Бывало такое, что именно четверолапая чувствовала приближение опасности. Бывало, когда перед обстрелом прятался на щенке. То есть вы так уже понимаете, что уже что-то... Да, уже начинаем сами в подвал спускаться, потому что тоже начинаем прятаться, место искать, где безопаснее. А молодая немецкая овчарка появилась у ребят буквально на днях. Запрыгнула в машину в одном из обстреливаемых районов республики. Теперь пес накормлен, счастлив и стал частью боевого братства. Смотрим с ошейником, осмотрелись по сторонам, хозяев видно не было. Дверь в машину открыли, он запрыгнул к нам сам. Характер игривый у него, еще молодой, месяца три, где-то четыре может. Кормят собак ребята тем же, что и едят сами. И признаются, с хвостатами и служба веселее, и всегда есть кому встретить после выполнения боевых задач. Мы продолжаем. Хочу покаяться в своих прегрешениях, но все ли грехи Господь может простить? Таким вопросом часто задаются люди, которые только выцерковились и начали ходить в храм. Ответ на этот вопрос знает профессор Алексей Ильич Осипов. Смотрим. Алексей Ильич, а все ли Господь может простить? Потому что, ну сколько слышишь от людей, что я столько всего уже сделал, что даже и начинать не нужно? У святых отцов есть великолепная формулировка, которая раскрывает суть данного вопроса. Нет греха непростительного, есть грех нераскаянный. Так что, эта формулировка очень хорошо отвечает на вопрос, который задают довольно многие, поскольку считают, что есть грехи, которые уже Бог просто просить не может. и есть такое не то, что мнение, а есть больше, я бы сказал, такое чувство. У меня был такой случай однажды, когда ко мне обращались люди, утверждавшие, что их руки по локоть в крови, и что прощения уже им так не может быть. Но я попытался тогда им сказать, что вы не думайте, что уже вы достигли какого-то совершенства в глубине падения. Пожалуйста, первый в рай всё-таки попал не кто-нибудь, а бандит, руки которого, конечно, были обогрены кровью и насилием. Не случайно его приговорили к такой жуткой смертной казни. То есть, такое мнение есть, но оно ошибочно. Нет предела милосердия Божия, то есть любви Божией, но вся суть в другом, в человеке, в какой степени он способен принять это милосердие. Пообратите внимание, очень серьёзнейший, я бы сказал, эпизод, о котором описывает книга Евангелия. Помните, что было с Иудой, и что было с Петром. Совершили они, ну, примерно, в принципе, в общем-то, одно и то же. Иуда предал за деньги, Пётр, так сказать, отрёкся от Христа по страху, в том, в другом случае. Но обратите внимание, Иуда удавился. Пётр проливал слёзы, как говорят, всю свою последующую жизнь. Что такое, в чём причина? Причина первого, то есть, со стороны того, что сделал Иуда, заключалась в том, что он просто не мог вынести того, когда увидел, он не ожидал, что, оказывается, с Христом так поступит, что это что сделает. И когда он это увидел, он не смог вынести, как это он мог совершить такую подлость. Он не мог представить себе, что такой он подлец. Вот тело-то какое. Я подлец? Что такое? Вот оно, что делает гордость. Обратите внимание, друзья, прошло ещё четверть часа. Это значит, что пришло время услышать строки Святого Евангелия, которые читаются сегодня в православных храмах мира. Отрывок из 11 главы Евангелия от Марка для нас прочтёт телеведущая Алена Кулешова. Слушаем. Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет «Горейся, и поднимись, и вергнись в море, и не усомнится в сердце своём, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет». Потому говорю вам, всё, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши. Сегодня мы слушаем Евангелие от Марка. Нужно вспомнить, что буквально за день до вот этого разговора, о котором мы будем комментарии свои давать, за день до этого Христос торжественно вошёл в Иерусалим. «Осаный Вышний, благословен гряды во имя Господне» прозвучало, и вот уже к вечеру Христос смотрит на смоковницу и говорит, «Смоковница, ты должна накормить людей». Поутру, сказано, проходил мимо и увидел, что смоковница засохла, не накормила, и в качестве вот такого наказания смоковница засохла. Мы помним, как святые отцы рассматривают пример этой смоковницы, словно бы это указание на нашу бесплодную жизнь, бездуховную такую жизнь. И вот апостол Петр уста апостольские удивляется и говорит, «Раввин, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И теперь 23 стих 11 главы. Собственно говоря, с этого момента уже начинается наше сегодняшнее зачало. Говорит Господь, вслед за вот этим апостольским восклицанием, «Посмотри, засохла», говорит Господь. Если бы вы веры имели, хотя бы вот такую маленькую, как горчичное зерно, вот тогда бы вы и чудеса творили. Вы бы сказали, «Горейся и подвинься», и она бы перешла. Видите же связь какая? Вера нужна. Вера – это самый главный наш плод. Это самая главная причина для того, чтобы молитва наша была действенная. Не будет веры, не будет упования на Бога. И молитва будет пустая, бессмысленная, такая же, как вот та самая смоковница, полная листвы и совершенно не имущая никакого плода. Три условия, которые необходимы. Значит, надо избежать вот этой вот бесплодности. Нужно давать Богу дары духовные. Надо обязательно с верой молиться. И молитва должна быть горячей, с верой убежденной. Но если не будет прощения к ближнему, все это будет напрасным, к сожалению. Вот завершается наше сегодняшнее зачало. Именно вот этим указанием. Вы, когда будете молиться, обязательно примиритесь со своими ближними. Говорю вам, прощайте. И вот прощенное сердце, очищенное от злости, вот это сердце действительно может многое. Спасибо, отец Василий. Перед трудовым днем самое хорошее напоминание о том, что нужно действительно прощаться ближним своим. И тогда будет тебе счастье. Спасибо большое, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу программу. У нас короткая пауза. А вот что произошло в этот день в истории церкви России и мира. В 1718 году Петр I лишил своего сына Алексея прав наследника престола. Права эти перешли к малолетнему царевичу Петру. Окружение Алексея настраивало его против императора. Петр велел провести следствие по делу сына. Многих лиц из окружения Алексея пытали и казнили. Верховный суд приговорил царевича к смертной казни. В 1918 году России был введен григорианский календарь, то есть новый стиль. Период с 1 по 13 февраля 1918 года выпал из российского календаря. В практике датировки событий все события и документы, относящиеся к периоду до 1 февраля 1918 года, датируются по юлианскому календарю. Это старый стиль. А с 1 февраля 1918 года по григорианскому. Это новый стиль. В 1938 году расстрелян священномучник Николай Мезенцев, пресс-витер. В декабре 1937 года протерей Николай был арестован по обвинению в сокрытии церковных ценностей и в том, что его сын был белым офицером, и он помогал ему скрыться. Отец Николай не признал себя виновным в контрреволюционной деятельности, и тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Отец Василий, вот удивительно, сегодня сразу две новости про отношения отцов и отцы-дети, да, как вот можно назвать. Вот как Петр Первый, наоборот, все сделал, чтобы казнить своего ребенка, а Николай Мезенцев, наоборот, укрыл, еще и не признался, да. Такой вот анти-Павлик Морозов получился. Справедливость состоит в том, что святой Николай святой. Именно так. Ну, а царь, он государь, у него были свои государственные интересы. Ты знаешь, меня тоже, не только, наверное, меня одного, всегда интересовал вопрос отношений со своими детьми. Как родителю мне это было интересно проследить. Я потому что тоже имею сыновей. Но только я не имею государственных никаких вот таких вот... Амбиций, да. Обязанностей, да. Мне трудно судить с этой стороны государя, да. Я только как родителя могу понять. Но что я вижу, что он был с самого своей молодости чрезвычайно увлечен государственными делами настолько, что сына ведь он и не видел. И сына отца не видел. То есть это были два таких совершенно посторонних человека. Когда иногда они сходились вместе, у них даже и убеждения были глубоко отличными. Потому что мать царевича Алексея, Евдокия Лупхина и все окружение, все родственники, они ненавидели все иностранное. Вот такая была атмосфера. И он вырос в этой атмосфере. И он не пропитался этим духом западничества, которое овладело молодым Петром. И вот в этом было главное. Хотел закрыть окно в Европу, да? Да. Видимо, вот с этим связано вот такое вот неприятие императором своего сына. Кроме того, что он не любил Евдокию, ведь мы знаем еще одну неприятную страничку, когда царь буквально насильно сослал монастырь и постриг Евдокию Лупхину, свою супругу. Она стала Софией в Суздальском Покровском монастыре. Но, кстати, там она не теряла время даром, она прославилась именно как вот такая великая игуменя. Что касается истории с царевичем Алексеем, тут нужно справедливости ради сказать, его оболгали. Его обозвали каким-то там жалким, трусливым, придурковатым. Ну, это не честно. На самом деле все историки, современники говорят, что это был блестяще образованный человек, мощная фигура и еще. Александр Сергеевич Пушкин, он ведь не только великий литератор, он и замечательный историк. Его перу принадлежат замечательные, великие творения. Когда-то, на склоне уже лет, Пушкин взялся за поэму, посвященную Петру Первому, Петру Великому. И ты знаешь, он так и не дописал ее, потому что он так и не нашел разрешения многих вопросов, в том числе и реформы. То есть архивы были потертые или он не смог оправдать? Он все только позитивное слышал о Петре, но когда вник в эти вопросы, он задался вопросом, а стоили ли эти реформы, таких великих мучений в семье и во всем народе. Царевич, пишет Пушкин, был обожаем народом. Петра же большая часть народа ненавидела, считала антихристом. Именно так у Пушкина написано. Который видел в Петре вот такого противника России, а вот в Алексея Петровича он видел, скажем, восстановителя чести русской. Ну, вот такая семейная драма и вот такая горькая страничка была вписана в историю России и семьи романов. Но он на самом деле был противоборцем отца? То есть он действительно заговор какой-то готовил? Он просто убежал от всех вот этих отцовских упреков, каждый день его там гнобил отец, просто собрал вещи и уехал сначала в Вену, потом за ним прислали, за ним уже послали гонцов, чтобы его вернуть. Потом он пытался скрыться в Неаполе, его уговорили. Петр написал такое хорошее письмо, говорит, я тебе все прощу, вернись. Но на самом деле вовсе не простил. А как только тот приехал, сначала публично в Успенском соборе, торжественно он признал власть своего сводного брата, торжественно он поклялся, что не будет претендовать на престол, и на следующий день начались пытки. И даже приговорили к смертной казни несчастного, но он погиб. Но хочется сегодня утром все-таки восстановить его доброе имя, потому что логика вещей такова. Да, если бы он действительно был слабым и неразвитым, или, как говорит, придурковатым, достаточно было бы сослать его куда-нибудь в какой-нибудь монастырь и забыть о нем. Но если уж так его именно извели и мучили до смерти, о чем это говорит? О том, что это был действительно сильный человек, и так часто бывает в жизни. Никаких других средств нет, как только умертвить. Что и было сделано. Ну, на все воля Божия, и, наверное, в этом тоже был некий промысел. И, возможно, вот убиенный царевич Алексей сейчас в Царстве Небесном, и как мученик, да, просто непризнанный церковью, но все-таки за благое дело он ратовал. За Русь Святую. За Русь Святую, за Москву. Да. Спасибо большое, отец Василий, за эту историческую справку. Дорогие друзья, мы продолжаем. В середине часа у нас традиционно короткая сводка новостей, поэтому мы передаем слово Александре Михайловской. Доброе утро, друзья. Главное на сегодня и всегда. В Московском культурно-просветительском центре «Книжная палата» в Черниговском состоялась презентация выставки «Искусство христианской Армении». Организаторами экспозиции выступили отдел внешних церковных связей Московского патриархата, общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равнопостольных Кирилла и Мефодия и музей армянского церковного искусства «Тапан» ново-нахичеванской российской епархии Армянской апостольской церкви. Выставка представляет собой собрание реликвий, уникальных артефактов и художественное произведение армянских художников рубежа 20-21 столетий из основной экспозиции музея «Тапан». В залах представлены, в частности, хранимая Армянской апостольской церковью, святыня общехристианского значения, частица мощей священномученика Власия, епископа Севастийского и значимые памятники армянского церковного искусства, старинные печатные издания Евангелия и Требника, рукописная книга канонов Армянской церкви XVII века и другие уникальные святыни и экспонаты. В городе Сакирианы Черновицкой области Украины рейдеры захватили церковь. Группа представителей ПЦУ напала на Петропавловский храм Украинской канонической православной церкви. Захватом руководили капелланы-раскольники, а силовую поддержку им оказывали бойцы из местной охранной фирмы. По словам очевидцев, несколько десятков человек срезали замок на двери подсобного помещения, которое имеет прямой выход через алтарь в основную часть храма. Через это помещение и через алтарь рейдеры и проникли в здание церкви. Среди захватчиков были не только мужчины, но и женщины. Во время захвата был избит верующий прихожанин храма. Это вторая попытка захвата Петропавловского храма. Впервые рейдеры его атаковали летом прошлого года. После того, как более 300 прихожан выразили желание остаться в лоне канонической УБЦ, раскольники пытались провести собрание о переходе общины под свою юрисдикцию, но сходка не состоялась. Епископ Арашско-Призринский и Косово-Метохиевский Феодосий обратился к косовским сербам с поддержкой. В послании епископ Феодосий в том числе сказал, цитата, «Мы призываем наш народ проявить достоинство, мужество, силу, народное единство и терпение в эти моменты. На протяжении веков именно на этих евангельских принципах и верности Богу, и нашему святосавскому преданию мы сохранили и веру, и язык, и наше имя, и память, собираясь в наших святынях оставаться верными завету святого князя Лазаря, который заповедовал нам, что для малых есть земное царство, а небесное отныне и навсегда». Конец цитаты. Обострение ситуации в Косово связано с вводом в обращение евро и отменой сербского динара в регионах, где большинство населения составляют этнические сербы. В епархии смену валюты называют репрессивной мерой и отмечают, что нововведение негативно скажется на жизни сербского населения края. А на этом пока все. С Богом в новый день. В одном из сел Ростовской епархии миротучит храмовая икона всех святых. Поклониться образу приезжают паломники со всех концов России. Подробнее о чудотворной святыне из глубинки расскажут наши коллеги. Прихожанка храма всех святых в селе Синявском Ольга Пустынникова первая обнаружила, что с этой иконой что-то происходит. Помогая убираться в церкви, протирала киот и увидела, что под стеклом на поверхности холста скопилось несколько маслянистых капелек. Сказала настоятелю, тот решил, понаблюдаем. Капли быстро исчезли, но через несколько дней проявились вновь, причем гораздо обильнее. На следующей неделе, когда пришли мы в храм, появились те же капельки в том же месте, и так же все и было. Тогда батюшка сказал, икона наша замироточила. Мироточение – это самопроизвольное, не вызванное явными внешними факторами выделение благоухающей жидкости на поверхности икон, статуй, реже просто изображение. Такое явление встречается нечасто. В народной среде считается знаком божественной благодати. Мы считаем, что это благо нашему селу, что мы достойные прихожане, что икона. Это ж не везде такое бывает. Для меня, например, это благо на душу, успокоение души, что наш храм достоин этого. Храмовая икона с ликами всех святых в Синявской церкви замироточила в 2015 году в аккуратно праздник Сретения. По наблюдениям прихожан, маслянистые капли проявляются периодами. Высыхают, через некоторое время появляются вновь. Весть о том, что здесь, возможно, происходит чудо, быстро разнеслась за пределы села. Поклонницы иконе приезжают из Таганрога, Ростова, даже Петербурга. Однако церковь в таких случаях не спешит объявлять происходящее неким знамением свыше. Мы не можем констатировать факт, является ли это действительно божественное чудо, или это какие-то физические процессы происходят, нам неведанные. Поэтому, чтобы исключить все такие возможности, искушения, какой-то прелести, нужен взгляд тех искусствоведов, специалистов, богослов, которые действительно этим занимаются. Иерей Пантелейман стал настоятелем этого храма, кстати, одного из старейших на Дону, несколько месяцев назад. И, дабы избежать скоропалительных выводов, решил действовать следующим образом. Обновить на мироточащей иконе Киот, старый уже довольно ветхий. Если после этого капли благоуханного масла появятся вновь, тогда обратиться в епархиальную комиссию с просьбой провести исследование и сделать авторитетные выводы. Впрочем, какое бы ни прозвучало заключение, говорит настоятель, прихожане имеют полное основание обращаться к этому образу за помощью и утешением. Ведь чудодейственные икону делают не капли выступающего масла, а сила людской веры. Ну а теперь пришло время для короткой паузы на телеканале «Спас». Но совсем скоро мы к вам вернемся. Оставайтесь с нами. Осталось 15 минут до конца часа. В это время мы обычно слушаем строки святого апостола, которые читаются сегодня в православных храмах мира. И отрывок из послания апостола Якова читает для нас народный артист России Валентин Гафт и народный артист РСФСР Василий Ливанов. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза смоклые. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи на самом деле добрым поведением с мудрую кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, Но земная, душевная, бесовская, Ибо где зависть и сварливость, Там не устройство и все худое. Но мудрость, исходящая свыше, Во-первых, чиста, Потом мирна, Скромна, Послушлива, Полна милосердия и добра, Плодов добрых, Беспристрастных И нелицемерных. Плод же правды в мире Сеется у тех, Которые хранят мир. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, Воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете? Убиваете и завидуете, И не можете достигнуть? Припираетесь и враждуете, Просите и не имеете, Потому что не просите. Просите и не получаете, Потому что просите не на добро, А чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодейцы и прелюбодейцы, Не знаете ли, что такая дружба с миром Есть вражда против Бога? Итак, Кто хочет быть другом миру, Тот становится врагом Богу. Или вы думаете, Что напрасно говорит Писание? До ревности любит дух, Живущий в нас. Но тем больше дает благодать, Посему и сказано, Бог гордым противится, А смиренным дает благодать. Сегодня мы в храмах слышим Отрывок из послания апостола Иакова. И святой в данном случае Дает нам нравственные уроки. Но прикрепляет эти уроки, Знаешь чем? Такими визуальными примерами. Он говорит про источник, Катерина. Видишь, здесь у нас тоже Святой источник, водичка льется. А апостол говорит, Обратите внимание, Может ли из одного отверстия источника Течь одновременно и сладкая, и горькая вода? Так, сладкая и горькая здесь образ. Сладкая это значит праведность, Чистота, святость. Горькая, конечно, это грешность, греховность. И он говорит про уста. А может ли из одних уст Выходить одновременно и молитва, Благословение Божие, И из этих же самых уст Какое-нибудь сквернословие, Или злое слово, Или там осуждение, гнев, Из этих же самых уст. Подумай. И вот интересное такое наблюдение. Еще дальше он продолжает. Деревья, говорит, разные бывают. Смоковница, маслина, виноград. И вот каждый из них Дает именно свой плод. Не бывает так, Что без винограда вдруг Финики выросли. Да, это ненормально. Вот так и здесь. Не должно смешиваться В одной и той же емкости Сладкая и горькая. Вот что наблюдаешь По жизни. Вот когда Сладкое добавишь горькое, Горькое не стало сладким. Все стало горьким. Когда горького добавишь сладость, Тоже никто не станет пить. Оно не будет больше сладким. Оно станет горьким. Вот так и дела. Так и душа. Вот если она чиста, Она должна не только быть чиста, Она обязательно должна Оградить себя от грязи. Уклонись от зла И сотвори благо. То есть два вместе. Не бывает одного без другого. Вот такое даже Физическое наблюдение Говорит оно о том, что мало просто Быть добрым. Надо обязательно еще и добрые дела Делать. Дальше идем. Уклонись от зла И вместе с тем сотвори благо. Дальше святой апостол Говорит о мудрости. То есть когда ты достиг Чистоты своего языка, Тогда начинается и мудрость Из твоих уст. Но мудрость, Сходящая свыше. Не философия, При всем уважении, Не наука или техника, А именно вот это, Божественная, Премудрость ее называет. Вот она Имеет свои свойства, Особенности. Мудрость это одно из имен Бога, да? Да, Премудрость, София. Он говорит, что Невозможно просто быть премудрым. То есть не каждый. Потому что Только чистым сердцем Бога Узрит. Эта мудрость дается На основании Нравственных условий. Какие? Не на основании Жизненного опыта, Как говорят, да? Конечно. И даже из книжек Этого не вычитаешь. Это только Божий дар. Сердце открывается. Значит, мы должны быть послушливы, Полны милосердия И добрых плодов. Беспристрастна Эта мудрость И нелицемерна. Вот в лукавую душу Не войдет премудрость. Так говорит святая Слово Божие. А мудрость обитает Только в сердце смиренном, Только в святом. Ты слышала в храмах Мы говорим возглас Премудрость, Прости. Да. София, Орфин. Что такое прости? Прости, это значит Стань ровно. Вот стань ровно. Но здесь Глубокий смысл. Мало просто встать Со стульчика в этот момент Ты должен быть чистым, Простым и открытым сердцем Внимательно слушать Слова Великой Премудрости Божией. Ну и завершение Сегодняшнего зачала, Катюш. Там Святой Апостол говорит О том, насколько Действована наша молитва. Вы просите, говорит, И не получаете. А потому что нету веры, А есть еще кое-что. Нужно просить именно Во имя Божие. Просить только то, Что к нам бы спасение. Иногда человек просит Всякую всячину. Часто даже не на пользу себе. И только Господь видит, Что это не полезно человеку. Поэтому не дает ему. Если бы всякое прошение Наше исполнялось, Как трудно было бы нам жить. Вот это вот Божие долготерпение Или молчание Это такой фильтр, Чтобы нас оградить От ненужных просьб, От ненужных нам вещей. И Господь говорит, Когда ты просишь, Ты проси только То, что тебе на пользу. А если ты сомневаешься, Скажи, Да будет воля твоя. Ведь даже разбойники Поднимают руки и говорят, Благослови Господи, Иду на разбойниче. Да, да. Они очень суеверны, Эти разбойники. Сейчас? И в темницах я это видел. И все классики пишут об этом. Всегда вот воры, бандиты, Они говорят, Благослови Господи, На мое дело они называют. Дело. Ну и вот ты думаешь, А Господь ведь не автомат, Который раз сразу, На тебя. Это история в нечаянной радости была. Помните? Да, в нечаянной радости иконы. История икона, нечаянная радость, Когда разбойник все время Приходил к Божьей Матери И просил на воровство, Или я не помню, Тоже на какое-то дело разбоя. И вдруг ему явилась Престая Богородица, И явился младенец Господь, Иисус с кровоточащими ранами. И он ужаснулся, Потому что Престая Богородица Сказала, что это вот из-за тебя. Ты постоянно распинаешь снова сына. Получается, что мы должны просить, И мы должны всегда говорить, Господи, но если это мне полезно, Во спасение. То есть если мне болезнь, Ид болезнь всегда. Впрочем, не как я хочу, Но как ты. Да, спасибо большое. Этим утром это будет Очень полезное назидание, Я думаю, для всех нас. Дорогие друзья, Мы продолжаем нашу программу. Как всегда по средам, Мы ищем истину с Игорем Петровским. В эфире рубрика Тест на правду. Здравствуйте. Это программа, Где мы разбираем старые И новые фейки от церкви. Все то, что обратило на себя Внимание, за последние недели Или последние столетия У нас мало времени И всего одна тема. Приступим. В начале учебного года В российских школах Появился новый учебник Истории для старших классов. Он охватывает период С конца Второй мировой войны До современных событий на Украине. Книга была представлена Как единый стандарт Для преподавания во всех школах страны. Однако либеральную общественность Возмутила изображение На обложке Крымского моста. А также главы, Отражающие позицию России По актуальным проблемам современности. Конечно, были монархисты, Которые придирались К страницам, посвященным Октябрьской революции. Были и коммунисты, Которым не понравилось, Как представлены Некоторые аспекты Сталинского времени. Но главный шум Подняли любители Русской истории Из Израиля и США. Они буквально Лишились покоя и сна По поводу того, Как в учебнике Описана причина Специальной военной операции. Новый учебник по истории, Представленный в начале сентября, Содержит материал о том, Как из Украины создавали антироссию. Он рассказывает О расширении НАТО на Восток И о радикальных националистах, Которые пришли к власти. Украинский неонацизм Описывается как озлобленное Языковое, культурное И национальное насилие Агрессивного меньшинства Над большинством. А Америка представлена Как страна, получающая Наибольшую выгоду От украинского конфликта. По каждому из этих тезисов Можно предоставить Целые библиотеки доказательств, Километры видеозаписей, Миллионы свидетельств Живых и уже мертвых. Но мы прекрасно знаем, Как этот чудный новый мир На Западе Закрывает рот каждому, Кто имеет точку зрения Отличную от приказанной. Достаточно вспомнить Такера Карлсона. Поэтому на подавление Такой вот вопиющей смелости, Если не сказать наглости, На российский учебник И были спущены с цепи Лучшие люди России С иностранным видом на жительство. Резидент Швейцарии Михаил Ходорковский Выпустил получасовую программу, В которой рассказал, Что новый учебник истории Написан в качестве Оправдательной речи Путина Для международного трибунала в Гааге. Находящаяся в Португалии Тамара Эйдельман Назвала учебник Методичкой Геббельса. Эксперт фонда Корнеги Андрей Колесников Обвинил его в отсутствии беспристрастности. Живущий в Израиле Виктор Шендерович Вместе с проживающим в США Дмитрием Быковым Полтора часа рассказывали Своим зрителям Каким душителем свободы Является новый учебник. А российско-израильский Историк Константин Пахалюк Обвинил его авторов В коррупции. В газетах и по радио, В интернет-каналах Такую рукозаломную истерику, Что впору было задуматься. А вообще из-за чего Их всех так триггернуло? Почему из-за учебного пособия Для старших классов русской школы Они встали на дымы И задымились? Такое впечатление, Что либеральные сыны Отечества Давно уже страшились Подобной перспективы, Как страшного суда. Впервые о необходимости создания Нового учебника истории Владимир Путин Высказался во время прямой линии В апреле 2013 года. Сразу после этого Комитет гражданских инициатив, В которые входили многие нынешние На агенты, Выразил беспокойство. А в 2014 году Общественные деятели Прозападного толка Призвали историков и учителей Байкотировать в конкурс По созданию учебника, Назвав эту инициативу Завинчиванием гаек. Видя такую бурную реакцию, Невольно возникает вопрос, А точно ли все эти люди Переживают за наших с вами школьников? Или они переживают за то, Что их взгляд на происходящее Лишается монополии? Ведь скорее всего Всех вот этих любителей Российской истории Так сильно разухабило Именно из-за того, Что государство Осознало За школьной скамьей Ни меньше, ни больше Куется национальная Безопасность страны И право на учебник истории Должно принадлежать Не фондам Сороса или Корнеги А российскому государству Кстати, это не наше русское ноу-хау Если вы думаете, Что где-то там в мире Есть страна, Которая позволяет Иностранным агентам Или зарубежным фондам Вмешиваться в страницы истории Из школьной программы Вы очень сильно ошибаетесь Во всем мире И особенно в тех странах, Где проживают Сегодняшние критики Русского учебника История пишется И выбирается Так, как это выгодно Интересам данной страны Например, Американские учебники По истории Прошли такой Идеологический фильтр, Что, живущий в США Дмитрий Быков Имеет прекрасную возможность Бороться с ними До конца своих дней Эти учебники Учат американских школьников, Что Гитлера Разбила армия США А о борьбе Советского Союза Там практически ни слова В этих учебниках Немало данных О жестокости Сталина И нет ничего О геноциде, Который устроили Американцы в Корее А попробуйте найти Какие-нибудь данные Об этнических чистках Арабского населения В еврейских учебниках По истории Вы найдете там Много глав о Холокосте И ни одной строчке, Например, О резне арабов В деревне Дейр-Ясин А пару недель назад Из всех школьных Учебников Израиля Убрали упоминания О Грети Тунберг Потому что она, Понимаете ли, Позволила себе Критику действий Правительства Нетаньяху В секторе Газа Так что проживающий В Израиле борец За объективную историю Виктор Шендерович Имеет возможность Отдать все силы Своей пламенной души На борьбу С идеологическим катком Еврейской системы образования Точно так же Проживающий в Швейцарии Любитель истинной истории Михаил Ходорковский Может положить свою душу Выясняя, Почему швейцарские дети Ничего не знают о том, Как банкиры С Банхофстрассе Переплавливали Золотые зубы Узников Нацистских концлагерей В тяжелые Такие слитки Формируя будущее Богатство Этой тихой И нейтральной Вроде бы страны А иноагенты Осевшие во Франции Могут со всей своей Революционной смелостью Поднять вопрос О звездствах Армии Наполеона И почему этот диктатор До сих пор Национальный герой Борцы же с неправильными Учебниками Осевшие в Великобритании Могут от всей души Поинтересоваться тем Как же так вышло Что вешатель И убийца Десятков тысяч граждан Ирландии и Голландии Оливер Кромвель Предстает в учебниках Объединенного Королевства Как неутомимый борец За частную собственность И власть английского капитала Я уже не говорю про то Что пишут Об историческом праве Белорусов На самоопределение Польские учебники И как там Акцентируется право Польского народа На моноэтническое государство Как сказал однажды Премьер-министр Эстонии Март Лар Если мне что-либо не нравится В истории Я напишу так Как мне нравится После чего Сразу же написал Учебник по истории Для всех эстонских школ И вот так во всем мире Во школьных учебниках Португалии Испании Германии Турции Греции Японии Везде Я уже молчу о том Какую историю Последние 30 лет Учили на Украине Где были Вот все эти Печальники Правды Исторической Когда в украинских Учебниках Нацистов Убийц И карателей Объявляли героями А где сегодня Можно услышать их голос Поднятый в защиту Беспрецедентных гонений На украинское православие О чем в открытую Кстати говорят уже везде И на площадках ООН И в Европарламенте И в ПАСЕ Неужели им недостаточно Доказательств И фактического материала Кураторы нынешнего конфликта На Украине Уже зачистили Всю независимую оппозицию И теперь расправляются С последним Живым голосом Украинского народа С украинской православной церковью Дискриминируют Русскоязычное население Украины И что Русский учебник об этом говорит А они молчат Так может все дело Вовсе не в любви Вот этих господ К объективной истории А в том что они Прекрасно понимают Что школьное образование Может служить Либо фактором усиления Государства Либо технологией Для его развала И во имя одной технологии Кто-то и мать родную Не признает А во имя другой Любому черту Оправдание найдет Как например недавно На фоне вопиющих Коррупционных скандалов Киевского режима Дмитрий Быков заявил Что коррупция Мол на Украине Ну это такая Милейшая вещь Показатель Жизнеспособности Страны И вообще Хорошая Добрая традиция Так что Если не валять Дурака Приходится признать Никакой Объективной Истинной Единственной И безальтернативной Истории Нигде в мире Ни в одной стране Ни в одном Учебнике Нет И все об этом Уже прекрасно сказано И все об этом Прекрасно осведомлены Каждое государство Пишет ту историю Которая соответствует Историческому моменту Соответствует Его воспитательным И патриотическим Интересам Это не значит Что в учебниках Написана ложь Это значит Что каждая страна Из неуловимого Потока Истории Вылавливает то Что делает ее сильнее Ставит акценты На том Из прошлого Что дает силы Жить в настоящем Россия Быть может Впервые пошла Вот по этому Общепринятому Международному Пути Изобразила на обложке То Во что верят Дала нелестную Характеристику Тем Кто ее предал В общем Сделала так Как делают все Во всем мире А в ответ Истерика Иноагентов Знаете Тут и добавить И нечего Можно только вспомнить Старую поговорку Когда ладан хороший Чертей крутит Таков наш век Его ложь Его правда И наш тест Ну а теперь пришло время Для короткой паузы На телеканале Спас Но совсем скоро Мы к вам вернемся Оставайтесь с нами Друзья Мы продолжаем Рубрика Утренняя почта Пришло Немало Интересных Писем От вас И на ваши вопросы Мы с Катей Начинаем отвечать Первое письмо От Оксаны Бочкова Оксана пишет Мой сын Является Военнослужащим По контракту На Дальнем Востоке 25 лет Трещен В православной вере Младенчестве На гражданке У него остались Товарищи С которыми он поддерживает Дружеские отношения И вот один из них Прислал ему посылку В которой много экземпляров Для раздачи Среди сослуживцев Небольшого формата Формат опять В камуфляжном переплете Нового завета С псалтирью На титульном листе Указано Гедеон То есть Издана Не по благословению Святейшего Патриарха Московского Сия Руси Я так понимаю Что это баптистская церковь И сын говорит Что Бог один И церковь одна И что читать Такую литературу можно Я же ему сказала Что ни в коем случае Не надо распространять Среди военнослужащих Так как церковь у нас разная Права ли я или нет Не будет ли мой сын Молчаливым распространителем Баптистской литературы Как правильно донести до него Информацию о различии наших церквей Очень приятно вы слышите Такой вопрос Ну Сначала просто отвечу Хорошая посылка Теперь комментарии Братья Гедеоны Это такое Общество У которого тоже существует Свой устав Спасибо, Катюша Свой устав И там прописано Что участниками этого братства Могут быть люди разных Исповеданий Различных Христианских Динаминаций У них не существует Своей церкви Собрания Это именно такое Братство У которого есть Одна единственная цель Распространить Евангелие Распространить Слово Божие Причем на территории Различных Поместных церквей Они очень строго Соблюдают за тем Чтобы текст Соответствовал Канонам Вот у нас Когда на территории России Распространяют Эти печатные Издания Они Обязательно берут Только тот текст Который благословлен церковью У нас этот текст Называется Синодальный перевод Это единственный Благословленный церковью Канонический Текст Священного Писания Так вот Можете абсолютно Быть спокойны Уверяю вас Вот эти Гедеоны Распространяют Только синодальный текст Будь то Псалтырь Указанная вам Или Евангелие Или какие-то другие Книги Но вот Псалтырь Она вот такусенькая Катюш Вот такая Я еще помню Студентом был В 90-х годах Уже нам привозили Эти Гедеоновы братья Вот такие Библию И мы еще в семинаре Задались этим вопросом И ответим на этот вопрос Однозначно Должен сказать Что я слышал О случаях Когда Гедеоновы братья Вопреки уставу Своей организации Начинают заниматься Прозелитизм Да действительно Были такие Единичные случаи Прозелитизм Это когда агитируют В какую-то секту Или в какую-то Вот как называется Протестантскую динаминацию Агитируют Но это Как только стало известно Там в руководстве Сразу же пресекли Извинились Они очень строго соблюдают За тем Чтобы никто никого Никуда не агитировал У них единственная цель Их работы Это найти средства Они находят их И распространить слово Например В гостиницах в США Ну почти во всех отелях Сегодня есть Евангелие и Библия лежит Кроме мормонов У них есть там Своя сеть Отелей И вот в этих Ну как бы Само руководство отелей Против Ну и ладно Мормоны это вообще Жуткая секта А вот во всех Вообще во всех Все за Пусть будет здесь Библия У нас как приятно Зайдешь в гостиницу А там лежит Евангелие Вы знаете Ну там что-то написано Все равно в начале Но если бы вы Ваш сын Прочитали Что там написано До текста Священного Писания Вы бы обязательно Увидели Крупный шрифт В самом середине Написано Синодальный перевод Вот когда вы увидите Друзья В какой-нибудь Издании Синодальный перевод Уже не важно Кто напечатал Книгу Только скажите им Спасибо И пользуйтесь Спасибо отец Василий А вот такие вот бывают Сеет вражду Враг роду человеческой Казалось бы В таких даже Благочестивых ситуациях Ну я позволю Продолжить Там аргументация была У вашего сына Мне она не понравилась Он пишет Что вот Дескать Бог один Поэтому давайте читать Ну знаете Тогда можно читать Вообще все что угодно И не важно Синодальный перевод Или сектанский Это не аргумент Как объяснить Что церковь все таки Разная В чем разница Церковь одна Она единственная Верная Это православная церковь Все остальное Что узурпирует Слово церковь На самом деле Церковь ее не является То есть вот эти секты Это все не церковь Хотя они себя могут Назвать как угодно Они могут даже Зарегистрировать название Вот это как Йорлицо Да пожалуйста У нас это законам Не воспрещается Но все же церковь Она одна Едина И истинная Православная церковь Спасибо Батюшка У нас еще один вопрос От Игоря Вот что он спрашивает Я знаю только один храм Посвященный не святым А Богу Храм Христа Спасителя Есть еще троицкие храмы Господским праздникам Почему же нет просто Храмов построенных В честь Бога Ну я себе не представляю Как вы себе представляете Это храм В честь Бога Ну троицкие Это же и есть Честь Бога Наверное имеется ввиду Что праздники В честь праздников Храмы строятся Не просто вот Господские есть праздники Есть богородичные праздники Есть в честь святого Ну как вот я Пытаюсь понять Ну вот например в паспорте, мы же пишем там Иванов Иван Иванович, в садике тоже нас всех по имени называют, там в школе. У каждого свое имя есть. Ну вот, и так и мы выражаем свою любовь, благодарность и почтение к тому или иному событию, или тому или иному святому. Но только надо вспомнить, что ведь все равно это все Богу посвящается, все от Него началось. Как вот в Псалтире сказано, дивен Бог во святых своих. И когда ты прославляешь угодника Божьего, ты ведь самого Бога прославляешь через этого угодника Божьего. Вы пишете, что вы знаете один храм в честь Бога. Ну, я знаю тоже, еще дополню. Может быть, будет любопытно узнать, что храмы Софийские, Софийский собор в Новгороде, в Киеве древний, это же храмы господские. София на греческом языке слово мужского рода. Переводится как премудрость Божия. Господь Иисус Христос, второе лицо Святой Троицы, это и есть премудрость Божия, просвещающая всех. И вот в честь него, это Христово, господский храм. Когда там престол? Когда Святая София или нет? Да, кстати, Святая София в Константинополе. Да. Господский праздник, прямо вот отдельный праздник литургический в календаре. София, премудрость Божия. У нас есть тоже такой праздник? И у нас есть в календаре, да, в Софии. Ну, то есть получается, что все-таки церкви строят в честь праздников, то есть именно связанных с днем празднования. Не просто вот будет церковь Пресвятой Богородицы, а именно надо привязать к числу, к празднику, правильно я понимаю? Да, ну праздник Пресвятой Богородицы какой-нибудь. Любой праздник Пресвятой Богородицы. Рождество Богородицы, Благовещие Пресвятой Богородицы, зачатие Пресвятой Богородицы. То есть, ну вот такой канон, такое правило. Ну да, у двух человек, у каждого есть свое имя, так и у храма есть свое имя. Да, свой праздник еще. Да, спасибо большое. Ну что, на сегодня вопросы закончились, поэтому мы продолжаем нашу программу. И, как всегда, у нас короткая сводка новостей, мы передаем слово Александре Михайловской. Доброе утро, друзья! Главное на сегодня и всегда! Патриарший экзарх всей Беларуси возглавил торжества престольного праздника и актового дня Минской Духовной Семинарии. Минская Духовная Семинария торжественно отметила события в День памяти Вселенских Великих Святителей и Учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Божественную литургию в Успенском Соборе Жировического Монастыря совершили Патриарший экзарх всей Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин в заслужении сомно-белорусских архиереев и священства. После богослужения состоялись мероприятия, братская праздничная трапеза и торжественное собрание в честь праздника в актовом зале семинарии. С несколькими вузами были подписаны договоры о двустороннем сотрудничестве, а по окончании официальной части состоялся концерт. Завершились торжества открытием в семинарской библиотеке выставки, посвященной 460-летию здания апостола Дьякона Ивана Федорова. Архипастыри Иерусалимского и Московского патриархатов совершили литургию на гробе Господнем. В богослужении в Иерусалимском храме Воскресения Христова принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. По благословению блаженнейшего патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III, богослужение возглавил архиерей Иерусалимского патриархата архиепископ Гераский Феофан. Митрополит Кирилл в ходе своей поездки по Святой Земле был принят патриархом иерусалимским и сослужил ему за литургией в Константино-Еленинском храме в Куфр-Смея. Также митрополит Кирилл провел встречу еще с одним иерархом Иерусалимской церкви архиепископом Севастийским Феодосием. Встреча состоялась в русской духовной миссии в Иерусалиме. В Московском культурно-просветительском центре книжная палата в Черниговском состоялась презентация выставки «Искусство христианской Армении». Организаторами экспозиции выступили отдел внешних церковных связей Московского патриархата, общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равнопостольных Кирилла и Мефодия и музей армянского церковного искусства «Тапан» ново-нахичеванской российской епархии армянской апостольской церкви. Выставка представляет собой собрание реликвий, уникальных артефактов и художественное произведение армянских художников рубежа 20-21 столетий из основной экспозиции музея «Тапан». В залах представлены, в частности, хранимая армянской апостольской церковью, святыня общехристианского значения, частица мощей священномученика Власия, епископа Севастийского и значимые памятники армянского церковного искусства, старинные печатные издания Евангелия и Требника, рукописная книга канонов армянской церкви 17 века и другие уникальные святыни и экспонаты. А на этом пока все. С Богом в новый день! Ну а теперь пришло время для короткой паузы на телеканале «Спас». Но совсем скоро мы к вам вернемся. Оставайтесь с нами. Уклонись от зла и сотвори благо Такие рекомендации дает нам святой псалмопевец. А телеканал «Спас» помогает вам узнать, как же можно сотворить доброе дело. Знаете ли вы, например, что каждая третья беременность в России заканчивается абортом? И когда до неисправимого шага остается совсем чуть-чуть, на помощь приходит фонд «Женщины за жизнь». Здесь беременных поддерживают волонтеры, психологи, юристы, гинекологи и кураторы. Любая помощь, лишь бы сохранить человека. Они оказались рядом в нужный момент. И на свет появились почти 4000 младенцев, чьи мамы до знакомства с фондом хотели сделать аборт. Все это возможно благодаря неравнодушным сердцам и пожертвованиям, на которые живет фонд. Пожалуйста, помогите сохранить в себе человека. И дайте шанс новой, ни в чем не повинной жизни. Дорогие друзья, отправьте смс на номер 3443 со словом «женщинам» и суммой пожертвований. Например, «женщинам» пробел 500. Прошло еще четверть часа, пришло время поговорить о святых и праздниках сегодняшнего дня. Сегодня Православная Церковь молитвенно чтит память мученика Трифона. О его жизненном подвиге мы поговорим прямо сейчас. В Москве на Трифоновской улице стоит небольшой храм святого мученика и чудотворца Трифона в Напрудном. По преданию, именно здесь, неподалеку от Марьиной рощи, произошло чудо, которое спасло жизнь сокольничему Ивана Грозного Трифону Патрикееву. Однажды во время охоты улетел любимый царский кречет. Царь приказал Трифону его разыскать. На третий день безуспешных поисков Сокольничий взмолился о помощи своему небесному покровителю мученику Трифону Апамийскому. И пропавшая птица села на соседнее дерево. Спасенный от гнева Грозного Царя, Сокольничий построил церковь во имя своего святого. Жил святой на севере Сирии. В III веке эта территория называлась Фригия. Это все, что сегодня осталось от некогда процветавшего торгового города Апамии, родины мученика. Уже к 17 годам Трифон прославился чудесами. Он изгонял бесов и лечил людей от разных болезней. Однажды святой спас местных жителей от голода, избавил хлебные поля от нашествия саранчи. За помощь он просил людей только об одном – поверить в Иисуса Христа. Силой молитвы Трифон вылечил бесноватую дочь римского императора Гордиана. Правитель щедро одарил святого, а тот по дороге на родину все раздал бедным. В Афрегии Трифон снова занялся своими делами. Пас гусей лечил людей и обращал их в истинную веру. Во время христианских гонений при императоре Деции святого схватили и подвергли жестоким истязаниям. Били палками и железными крючьями, обжигали раны огнем, вбивали в ноги железные гвозди. Все пытки мученик мужественно преодолел. Он только молился за своих палачей. В конце концов, ему отсекли голову мечом. Это произошло в Никее в 250 году. В византийской иконографии мученик Трифон Апамейский, Никейский, изображается с крестом в руке. В балканской – с виноградной лозой, а в русской – с соколом, по совершенному им в Москве чуду. Святой Трифон Апамейский. Первоначально этот святой изображался на гербе Москвы. Потом на гербе появился святой великомученик Георгий Победоносец. Исторический факт. Есть еще одна историческая история, связанная с именем царя Иоанна Грозного. Это когда его сокольник по имени Трифон потерял сокола, и нужно было найти. Он три дня бедолага ходил по всем этим дебрям Москвы, но все-таки чудом Божиим нашел. И вот на этом месте, где явился ему ангел, и явился мученик Трифон, вот с этим вот самым соколом на руке, вот на этом месте сейчас стоит храм. Да, да. И там икона с частичей святого Трифона. Вот таким вот образом история с Кречетом довольно поучительная для нас, она состоялась. Мученик Трифон, хоть он и не богослов, хоть он и не получил никакого образования, он просто пас гусей. Ну просто вот пас гусей человек, да. Был с детства зато известен многим, потому что у него было благочестие, у него поэтому были такие дары духовные. Он исцелял людей, он изгонял бесов, он сумел помочь людям в самых вот таких обычных проблемах. К нему приходили, говорят, помолись, святой Трифон. И по молитвам Трифона действительно проблемы разрешались. Голова святого мученика Трифона сейчас находится в Черногории, в кафедральном соборе, в городе Котория. И вот икона с большой частичкой, она доступна и сегодня в Москве. Рядом с Рижским вокзалом все это случилось, когда кречета сокольник обрел. И вот там стоит храм в честь знамения, иконы Божьей Матери знамения, но больше в народе известен как храм святого Трифона. О чем молится святому мученику Трифону? Об устроении житейских дел, квартирных проблемах и сложностях со здоровьем. Молимся так, как в Акафисте, последняя строчка звучит. Радуйся, Трифоне, скорой помощниче, всем с верой и любовью к тебе притекающим. Какие интересные факты. Спасибо, отец Василий. Дорогие друзья, всех, кто назван в честь мученика Трифона Апамейского, преподобного Петра Галатийского, молчальника, память которых сегодня празднуется, сердечно поздравляем с именинами. Дорогие друзья, пусть Господь хранит вас в добром здравии, на многое и благое лето. Среда – это время для нашей еженедельной рубрики «Наша церковь». Так давайте же узнаем, как живут православные христиане в нашей стране и за ее пределами. С нами на связи епископ Душанбинский и таджикистанский Павел. Владыка, доброе утро. Доброе утро, уважаемые ведущие. Расскажите, какие особенности в вашем служении в Душанбе вы можете выделить? Да, я, конечно, могу сравнить служение архиерея здесь, в России, и служение там, за рубежом, в Таджикистане. Потому что первая моя кафедра, место служения – это Ейская епархия, а уже вторая кафедра – это Душанбинская и Таджикистанская епархия. Сам я вырос в Казахстане. У меня Средняя Азия очень по сердцу. Тот народ, тот менталитет, я понимаю. Где-то ностальгичное чувство. И когда туда перемещаюсь, а я посещаю Таджикистан примерно раз в два месяца, полтора-два месяца, на три недели прилетаю в Таджикистан, чтобы там вести свое служение. То чувствуется не только перемещение в пространстве, как бы во времени, как бы в Советский Союз еще прилетаю. Отчасти там менталитет еще тот советский остался, потому что мы встречаемся с представителями старшего поколения, которые где-то скучают даже за русскую речь, за общение с русскими людьми. И надо сказать, что и у молодого поколения сейчас есть интерес к русской культуре, к русскому языку, вообще к России. Мне очень нравится, когда и дети, и взрослые приветствуют нас. И с таким уважением, почтением очень нравится такой библейский жест, когда так вот прям прикладывая руку к сердцу, они искренне приветствуют. Конечно, мы стараемся всегда чем-то угощать детей. Вот особенно это в городе Турсун-Заде, когда мы отслужим литургию, выходим на дорогу, поскольку на улицу, поскольку сам храм находится в частном секторе, открываются все двери, все ворота, убегают все ребятишки, знают, что мы приготовили угощение. И мы угощаем, они с удовольствием принимают, благодарят. Каждый ребенок старается что-то по-русски сказать, какое-то слово, или здравствуйте, или спасибо. И тем самым тоже мы радуемся, и они радуются. Так тут же выходят аксакалы, и уже по-русски с нами разговаривают, и приглашают в свой дом. Уважаемые, проходите в дом, гостем будете. Также замечено, когда мы приезжаем в организации, допустим, в аэропорту, когда мы встаем в очередь для регистрации на рейс, нередко бывает так, что к нам подходят сотрудники, и говорят, уважаемые, зачем в очередь встали, проходите, пожалуйста. И все люди отстраняются, и нас вот вперед пропускают. То есть такой пиетет, он присутствует. Сотрудники милиции также приветствуют всегда. Бывает, остановят, но потом поприветствуют, и дальше нас отпускают. Владыка, скажите, а сколько сейчас приходов в Таджикистане, и много ли прихожан? Сейчас в Таджикистане у нас семь приходов. По всей территории Таджикистана наши храмы имеются. Там находятся люди, которые молятся, то есть созданы общины, и вокруг этих общин и, в общем-то, живет русский народ. То есть русские общины, которые, ну, не все воцерковлены, как общественные организации, все-таки они понимают, что центр русской жизни – это храм, это приход. И у настоятелей всегда есть взаимодействие с руководителями общественных организаций, наших соотечественников. Надо сказать, что вообще в Таджикистане русских осталось немного, ну, может быть, порядка 20 тысяч человек. Причем, большей частью это люди пожилые, которые по тем или другим причинам не могут выехать из Таджикистана в Россию. Зачастую у них нет родственников. Это, конечно, наши подопечные. Мы о них всячески заботимся. Молодое поколение представлено и школьниками, и студентами, но это очень небольшая часть, потому что стараются большей частью переехать в Россию по возможности. Спасибо, Господи. А скажите, принимают ли веру представители местного населения? Ведется ли в епархии миссионерская работа? Большинство населения Таджикистана это этнические таджики, и, конечно, они, большей частью, мусульмане. В то же время само государство является светским. И в связи с этим миссия в госучреждениях, в образовательных учреждениях, она запрещена. То есть, предполагается, что миссионерская работа может вестись представителями разной конфессии только на своей территории. Это, конечно, относится и к православной церкви. То есть, если здесь, в России, мы можем пойти вполне в школу, в институт, в различные культурные учреждения с тем, чтобы с Словом Божиим, то там это не приветствуется, запрещено. Но в то же время люди приходят к нам. Когда они на нашу территорию приходят, то тут уже, конечно, вполне мы можем ответить на все интересующие вопросы. Ранее, когда еще до революции, очень малое число таджиков принимали православие. И миссия активно не велась. То есть, православные молились сами, русские, украинцы, кто там был, казаки. Очень много казаков было. Сейчас, в связи с тем, что многие таджики выезжают на работу в Россию, некоторые из них обращаются в христианство, но в протестантских различных деноминациях. Ну, по крайней мере, знакомятся с Евангелием. И когда возвращаются в Таджикистан, они уже о Христе знают. И бывают, к нам такие обращаются, бывают с вопросами, некоторые читают прямо специально и Библию, и Коран, ищут истину, хотят разобраться, желают. Когда к нам обращаются, мы всегда отвечаем на эти вопросы. Но надо сказать, что население относится с большим пиететом к православию и к священнослужителям. И такой страх Божий присутствует. Им очень нравится вот это наше облачение, наши службы, наши возрасты. Во время нашей литургии мы одной к тенью говорим на таджийском языке, поскольку дьякон отчасти таджик, и он спокойно на таджийском языке произносит и к тенью. Но для тех, быть может, кто зашел и не знает, плохо говорит по-русски, тем более не знает церковь, славянский язык, то такая возможность услышать на родном языке молитву к Богу тоже у них имеется. Расскажите, пожалуйста, какими социальными проектами занимается церковь в Таджикистане? Поскольку русское население зачастую это пожилые люди, которые даже не имеют родных, которые бы о них позаботились, то мы проявляем заботу по евангельскому слову, заботимся о их нуждах, чтобы просящему у тебя дай. Поэтому мы стараемся всячески заботиться о том, чтобы люди имели и пропитание, и могли пройти какое-то лечение, то есть получить лекарственные препараты. Но это мы с аптеками договариваемся, и через аптеки на наши средства люди приобретают себе лекарственные препараты, либо пройти какое-то обследование, лечение. Еженедельно проводятся бесплатные обеды благотворительные после Божественной Литургии, в воскресный день, в особом котле готовится или плов, или каши другие. Потом все это раздается людям, люди угощаются с удовольствием. И затем еще раз в месяц мы проводим раздачу наборов продуктовых. Это очень важно, поскольку на самом деле бывают люди, что не могут найти себе на пропитание средств, потому что пенсии невысокие. Если таджики о своих конечно же заботятся, молодое поколение заботится о старших, то когда нет родственников более молодых, конечно, пенсионеры нуждаются. И здесь заботу проявляет о них уже епархия. Поэтому наши основные это кормление бедных и раздача продуктовых наборов. Спасибо огромное, Владыка, что нашли время и провели с нами это утро. Благодарю вас за общение, рад был ответить на интересующие вас вопросы. Желаю Божьей помощи. Дорогие друзья, с нами был епископ Душанбинский и таджикистанский Павел. Ну а теперь пришло время для короткой паузы. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Как всегда в середине часа короткая сводка новостей. Саша, тебе слово. Доброе утро, друзья, главное на сегодня и всегда. Епископ Арашско-Призринский и Косово-Метохиевский Феодосия обратился к косовским сербам с поддержкой. В послании епископ Феодосии в том числе сказал, цитата, «Мы призываем наш народ проявить достоинство, мужество, силу, народное единство и терпение в эти моменты. На протяжении веков именно на этих евангельских принципах и верности Богу и нашему святосавскому преданию мы сохранили и веру, и язык, и наше имя, и память, собираясь в наших святынях оставаться верными завету святого князя Лазаря, который заповедовал нам, что для малых есть земное царство, а небесное отныне и навсегда». Конец цитаты. Обострение ситуации в Косово связано с вводом в обращение евро и отмены сербского динара в регионах, где большинство населения составляют этнические сербы. В епархии смену валюты называют репрессивные меры и отмечают, что нововведение негативно скажется на жизни сербского населения края. В городе Сакирианой Черновицкой области Украины рейдеры захватили церковь. Группа представителей ПЦУ напала на Петропавловский храм Украинской Канонической Православной Церкви. Захватом руководили капелланы-раскольники, а силовую поддержку им оказывали бойцы из местной охранной фирмы. По словам очевидцев, несколько десятков человек срезали замок на двери подсобного помещения, которое имеет прямой выход через алтарь в основную часть храма. Через это помещение и через алтарь рейдеры проникли в здание церкви. Среди захватчиков были не только мужчины, но и женщины. Во время захвата был избит верующий прихожанин храма. Это вторая попытка захвата Петропавловского храма. Впервые рейдеры его атаковали летом прошлого года. После того, как более трехсот прихожан выразили желание остаться в лоне канонической УПЦ. Раскольники пытались провести собрание о переходе общины под свою юрисдикцию, но сходка не состоялась. Патриарший Экзар Всебеларуси возглавил торжества престольного праздника и актового дня Минской духовной семинарии. Минская духовная семинария торжественно отметила события в День памяти вселенских великих святителей и учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Божественную литургию в Успенском соборе Жировичского монастыря совершили Патриарший Экзар Всебеларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин в заслужении Сомна Белорусских Архиереев и Священства. После богослужения состоялись мероприятия Братская праздничная трапеза и торжественное собрание в честь праздника в актовом зале семинарий. С несколькими вузами были подписаны договоры о двустороннем сотрудничестве, а по окончании официальной части состоялся концерт. Завершились торжества открытием в семинарской библиотеке выставки, посвященной 460-летию здания апостола дьякона Ивана Федорова. А на этом пока все. С Богом в новый день! Дорогие друзья, мы продолжаем и давайте поговорим о православии в стране утренней свежести. Как живут христиане в Корее? Узнаем у нашего гостя, ведь сегодня у нас в студии архиепископ корейский Феофан. Доброе утро, Владыка! Владыка, доброе утро! Доброе утро! Спасибо, что пришли к нам сегодня. Мы поговорим о православии в Корее. Первый вопрос будет такой более-менее общий. Расскажите о истории православной проповеди в этом регионе. Вы, наверное, удивитесь, но корейцы очень давно православные. Впервые корейцы столкнулись с православием, когда начали переселяться на Дальний Восток России. А это произошло в середине 19 века. В период неурожаев очень многие корейцы из северной части корейского полуострова переселялись на Дальний Восток и там целыми селениями принимали православную веру. Были построены храмы, открыты миссионерские станы и первых корейцев крестил святитель Иннокентий Московский. И потом вот эти часть из этих корейцев уже вернувшись в Корею они стали первой паствой для той нашей русской духовной миссии, которая была открыта в 1900 году решением Святейшего Синода и с благословением государя императора Николая Второго. Было несколько составов миссии, которая просуществовала до 1949 года. Корейская духовная миссия не столь прославлена как японская или китайская, но тем не менее наши миссионеры очень самоотверженно трудились. И результатом их работы стало то, что была образована целая православная община в Сеуле, но не только там, но и в других городах. Но когда случилась гражданская война между Севером и Югом, к сожалению, наша миссия была вынуждена закрыться. Отношения между странами были разорваны. И только сейчас, уже нынешнее время, с образованием патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии, с образованием новых епархий в составе экзархата, Русская Церковь вновь явила свое присутствие на Корейском полуострове. И образована наша Корейская епархия в 2018 году. Владыка, у вас же входят все равно в вашу епархию приходы и Южной и Северной Кореи, правильно? Наша епархия на территории двух стран. А как происходит служение в Северной Корее, расскажите. Удивительно, но в Северной Корее православие в наше время пришло даже раньше. По личному указанию Ким Чен Ира, главы Северной Коре, в 2006 году там был воздвигнут православный храм. Он построен в таком стиле Новорусском, то есть выглядит абсолютно как наш православный храм, который вы могли встретить и в России. И служение там проходят клирики из Северной Кореи, которые проходили обучение в наших духовных школах. А они сами захотели там обучаться или их направили туда? Их направили, их направили, да. Но община там небольшая, в основном прихожане это сотрудники нашего дипломатического представительства посольства. Поэтому нельзя сказать, что там очень активная жизнь, но тем не менее там совершаются богослужения, там проходят праздники, и православные люди, которые оказываются в этой стране, они не считают себя оторванными от нашей церкви. Север, теперь переместимся на юг. Вам помещение, но вот нашим зрителям интересно на контрасте, а как выглядит ситуация с православной миссией на юге страны, в Южной Корее, как там, существуют ли у вас храмы, духовенство есть, вот как выглядит все происходит. Сколько приходов, да. Как я сказал, мы не так давно начали вот эту миссионерскую работу на Корейском полуострове, вот в этом году будет пять лет, как образована наша епархия, и у нас, к сожалению, там еще нет храмов, и очень мало священных служителей. политвенные дома? Мы просто сняли небольшие помещения в аренду, обустроили там храмовое пространство, поставили иконостасы, украсили иконами, ну атмосфера такая, как и в православных храмах, но это не сами храмы, храмы нам еще предстоит построить, вот, ну и священников у нас тоже очень мало, это один иер-монах, это житель Южной Кореи, иер-монах Павел, да? Иер-монах Павел, расскажите, нашим зрителям, будет очень интересно несколько слов об этом человеке. Да, в свое время он увлекся очень русской историей, русской культурой, самостоятельно поступил, приехал в Россию, поступил в Санкт-Петербургскую духовную школу, закончил ее, и удивительным образом, когда епархия наша была образована, он как раз прошел весь курс обучения, был рукоположен, вернулся и стал у нас служить. Вот это один священник у нас на юге, есть еще и радиакон, отец Нектарин. И тоже местный, да? Да, тоже местный. А сколько приходов у вас в Южной Корее? Приходы есть в Сеуле, один приход, и в Пусане пока. У нас очень такая разнородная община, костяк, наверное, все-таки составляют наши русскоязычные прихожане из России, из стран СНГ. Только граждан Российской Федерации там зарегистрировано около 30 тысяч. Очень сильно значительно. Но помимо них, в последнее время на историческую родину возвращаются этнические корейцы из всех стран СНГ. И вот там цифра более впечатляющая, порядка 100 тысяч соотечественников в последние годы вернулось в Южную Корею. Но вот те, кто возвращается, они русскоязычные? Да, это русскоязычные корейцы. И все-таки вот они могут понять богослужение на славянском языке, слава Богу. Но мы знаем, что миссия направлена не только внутрь, но и вне. У вас ведется переводческая работа. Расскажите несколько слов вот об этом направлении. Часть нашей пасвы составляют и в том числе граждане Южной Кореи. Удивительным образом, но это в основном молодые люди, которые узнают о церкви через соцсети, через какие-то там вот ролики. Ну, там на самом деле очень много разных историй. Можно отдельно на эту тему поговорить. И, конечно, наша задача сделать так, чтобы и они молились на своем родном языке. Поэтому с самого начала, как только образовалась наша епархия, мы активно работаем над переводами богослужения на корейский язык. Вот в прошлом году мы издали, полностью перевели божественную литургию. И сейчас заканчиваем работу над переводом богослужебного сборника «Часослово», где есть основные последования богослужений. То есть вы служите уже на корейском языке? То есть, наверное, попеременно там, да, как-то происходит? Да, у нас служба идет одновременно на корейском и на славянском языке. Причем участвует весь храм. То есть все попеременно, то по-русски, то по-корейски. Здесь очень хочется услышать, Владыка, как на корейском звучит слово, например, «Господи помилуй». А как Христос в воскресе? А вот отвечаем. Надеюсь, что у нас есть зрители, которые поняли сейчас вас и запомнили тоже, как это звучит. Скажите, а миссионерская деятельность, вот, как батюшка сказал, вовне как-то вот происходит? Мы знаем, что там много еще католических, протестантских общин и храмов. Как вы, может быть, взаимодействие какое-то с ними есть? Сейчас наша миссионерская работа, она складывается в основном через соцсети, как ни странно. Потому что для людей сейчас это, наверное, наиболее такая распространенная форма общения. И люди, у нас есть группы наши в социальных сетях корейских. И в основном приходят через них. А как вот, на что приходят? Что вы рассказываете про православную церковь, что, несмотря на то, что там протестанты более масштабные, да, занимают позиции, как они предпочитают все-таки православие через соцсети? Я думаю, что есть часть людей, которые ищут истину, и, я бы сказал, такую давнюю глубокую традицию. Потому что не секрет, что сейчас очень много такого современного привносится даже в жизнь церковных общин, в том числе и в Корее. И не всем это нравится. Но, на мой взгляд, привлекает людей, когда они сталкиваются и слышат о православной церкви русской, это красота богослужения, красота церковного пения, и иконописи. Мне кажется, это именно то, что может привлечь. Спасибо, Владыка, что нашли время, пришли к нам сегодня. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях был архиепископ корейский Феофан. На часах без четверти это время рассказать о наших современниках, которые приняли мученическую смерть в годы гонений. О жизненном подвиге священномученика Николая Мезенцева узнаем прямо сейчас. В 1796 году в многонациональном Симферополе для греков специально построили деревянную приходскую церковь Святой Троицы. Спустя более чем полвека на ее месте вырос красивый каменный собор. С наступлением богоборческих времен на защиту этого храма встала не только греческая община. В первой половине прошлого столетия здесь было явлено много святых. Тех, кто приняли смерть, чтобы община жила, а люди не отпадали от веры в Господа. Епископ Симферопольский и Крымский Порфирий Гулевич Святитель Лука Бойно-Ясенецкий Мирянин Ученый с мировым именем Дмитрий Спиридонов Протеерей Николай Мезенцев Имя Николай Дмитриевич Мезенцев Год рождения 1863 Место рождения Село Красная Слободка Трубчевского уезда Орловской губернии Образование Орловская духовная семинария Санкт-Петербургская придворная капелла Должность Заштатный священник Симферопольской епархии Обвиняется в сокрытии церковных ценностей и недонесении о деятельности контрреволюционной греческой националистической организации приговорен к расстрелу В феврале 1933 года Свято-Троицкий собор Симферополя был закрыт и его уже начали перестраивать под детский интернат Община в основном состоявшая из греческих подданных решила отстаивать свои права на веру Самые активные члены двадцатки приняли решение обратиться в греческое консульство в Москве В этом им помогал отец Николай Мезенцев Когда-то они таким же путем отстояли право колокольного звона в Симферополе и теперь в 1934 году храм открыли вновь но отцу Николая Мезенцеву это стоило очень дорого Настоятелем Троицкого храма был поставлен 85-летний священник грек Отца Николая назначили ему в помощь Вскоре власти запретили будущему священомученику служить Он был вынужден уйти за штат но еще три года оставался помощником престарелого настоятеля до тех пор пока его не арестовали по обвинению в активном возвращении храма и агитации населения против советской власти Главным обвинением предъявленным отцу Николаю была близость к греческой общине Симферополя которую считали националистической Кроме отца Николая была арестована вся церковная двадцатка храма всех их обвинили в контрреволюционной деятельности протеерею Николаю Мезенцеву предъявили дополнительное обвинение в сокрытии церковных ценностей хотя по этому пункту он уже отсидел дважды первый раз когда проходил по групповому делу крымского духовенства по изъятию церковных ценностей 1922 года и второй раз в том же году тогда будущий священомученик попытался сохранить икону тихвинской божьей матери в драгоценном окладе богослужебные сосуды и утварь батюшку обвинили в расхищении небрежном хранении церковных ценностей его осудили на три года и отправили в нижегородскую тюрьму откуда выпустили досрочно спустя 10 месяцев арест это же в декабре 1937 года стал 11 по счету и последним в жизни отца Николая на допросах отец Николай вел себя уверенно мужественно его ответы были четкими лаконичными ни рукоприкладства ни другие психологические воздействия следователя не возымели никаких действий своей вины он не признал однако нашелся сокамерник который обвинил его и нашелся еще один из обвинителей предателей член церковной двадцатки они подписали протоколы и отца Николая приговорили к расстрелу Николай Мезенцев сын псаломщика из далекой Орловской губернии рано осиротел окончив духовную семинарию юноша обладавший незаурядными музыкальными способностями поступил в Санкт-Петербургскую придворную капеллу и в 1890 году уже получил аттестат регента здесь в Крыму он знакомится с семьей известного священника Михаила Маркова женится на его дочери Елизавете в 1891 году он был назначен преподавателем пения в таврическую духовную семинарию на следующий год в январе 1892 года епископ Мартиниан Муратовский рукоположил во священника отца Николая и он становится духовником семинария отец Николай был невероятно деятельным человеком он успевал служить устраивал в таврической епархии вдовий дом занимался ревизией книг монастырей и благочиней преподавал закон божий в женской воскресной школе как дипломированный регент устроил курсы церковного пения для учителей церковно-приходских школ и все это он делал безвозмездно уже будучи протеереем он становится казначеем таврического епархиального попечительства обедных духовного звания здесь в Симферополе он встречает революцию правление Врангеля уход добровольческой армии захват Крыма большевиками так началась трагическая страница биографии будущего священомочника Сергей Николаевич его сын офицер добровольческой армии остался в Симферополе отец всячески пытался спасти его от ареста и безрассудной расправы но это ему не удалось в Севастополе куда сын попытался сбежать от красной власти его схватили вместе с другими беглецами и расстреляли попытку спасти сына батюшки тоже припомнили одно из формулировок обвинения было попытка сокрыть белого офицера такому удивительному человеку был уготован тяжелый путь несколько заключений пытки допросы предательство близких одним из доносчиков из-за которых расстреляли протеерея Николая Мезенцева был членом церковного совета троицкого храма но будущий священно-мученик не сломался и не отрекся от Христа свой крестный путь он прошел до конца в 1998 году отца Николая причислили к лику месточтимых святых крымской епархии а в августе 2000 года на архиерейском соборе канонизировали для общецерковного почитания ну а теперь пришло время для короткой паузы на телеканале спас но совсем скоро мы к вам вернемся оставайтесь с нами друзья в день памяти святого мученика Трифона помолимся угоднику Божьему святые мученичи Трифоне моли Бога о нас о святые мученичи Христов Трифоне услыши ныне и на всякий час моления нас раб Божих и предстательствует о нас пред Господем Ты некогда тщерь цареву в ограде Риме от дьявола мучему исцелил еси сицы и нас от лютых его козней сохрани во вся дни жития нашего наипатиже в день последнего нашего издыхания предстательствуй о нас моли Господа да сподобит и нас причастники быти приз насущного веселья и радости да с Тобой купно удостоимся славити Отца и Сына и Святого утешителя Духа во веки веков аминь А это Утро на Спасе сегодня 14 февраля Среда Церковь чтит память мученика Трифона Имеющий любовь далек от всякого греха говорил священномученик Поликарп Смирнский Утро на Спасе просыпается вместе с вами чтобы наполнить этот день смыслом С Богом В новый день Вся команда программы Утро на Спасе желает вам благословенного дня Субтитры подогнал «Симон»